Так, привет всем. У меня на звонке Владимир. Собственно, я, как и обещал, решил человеку, который, похоже, владеет темой, а если и сам не владеет, то, надеюсь, найдет, кому передарисовать вопрос, просветить нас насчет подвигов нянечек и медсестер в больнице. Я сейчас совершенно не хочу прикалываться и принижать подвиг и работу людей, которые на самом деле работают в медучреждениях и на самом деле ухаживают за теми, кто не может двигаться, либо совсем, либо временно. Но все-таки высказывание про, типа, взяла и подняла, там, и ворочают 90-килограммовых и 100-килограммовых больных, и все это делают хрупкие женщины на своих плечах, для меня просто звучит это честно малореалистично. Я, честно признаюсь, в то же время никогда не был даже на экскурсии в больнице, да, и не представляю, на что это похоже. Насколько я понимаю, Владимир не только этим занимался, да, то есть у вас чуть ли не экзамены по этой теме принимали, да, так что, в общем, поздоровайся и расскажи нам в двух словах, что это такое вообще. Скажем так, насколько вот это вот высказывание, поданное в таком формате, похоже на правду, соответствует истине, не там преуменьшая, но и не преувеличивая. Приветствую также всех, что могу сказать по поводу высказывания. Я, честно, не считаю его в принципе, что его нужно разбирать, поэтому мне проще будет изложить, как оно есть по факту. Со своей стороны скажу, что у меня и у моей девушки, мы оба волонтерили сначала в неврологическом отделении, то есть не то, что овощи, но есть такие, да, товарищи, которые, в общем, не двигаются практически совсем. Моя еще девушка дополнительно потом пошла работать. Ну, правда, не неврологическая, но тоже там ворочать из серии надо пару месяцев. Соответственно, что я могу сказать по этому поводу? Я не видел ни одного медбрата, занимающегося именно там больными. Я видел волонтеров мужчин, но вот именно персонал нет. Медбратья, конечно, есть в больнице, да, но они выполняют обычно другие функции. Когда дело касается обычной процедуры, там, перевернуть, надо поднять человека, чтобы он помочь покушать и так далее. Естественно, никто не поднимает в этот момент человека. Есть процедуры, когда там нужно перетащить там на кресло, условно, чтобы куда-то поехать, да. Такие процедуры обычно выполняют, как мне сказали, потому что я, например, ни разу никого еще в кресло не пересаживал. Я ухаживал за лежащими, но никого не пересаживал. Что это делается, в общем, вдвоем минимум. Ну и, естественно, с соблюдением техники безопасности. В принципе, в данном деле, естественно, это невероятно важная вещь, потому что, ну, высокие риски травмировать и себя, и пациента, поэтому с этим все довольно строго. Так что в переносе, да, пользуются помощью кого-нибудь. Я лично видел, как пользовались помощью там даже более здоровых пациентов по палате, сострадающих. А что касается такого вот ежедневного, перевернуть, помыть, сменить постельное белье, сменить его белье или ее, не поднимают при этом. И максимально стараются использовать правильные позы, правильные техники, чтобы устойчивое положение было у пациента. Естественно, ты поднимаешь максимум какую-нибудь там одну часть пациента, ну, единовременно, чтобы нагрузка была минимальной. Потому что тут же есть еще и другие риски. Тут помимо обычных там травмирующих, нужно и бережно к самому пациенту относиться, потому что, ну, ты видишь, в принципе, в палатах там обычно есть над товарищем, который там лежит, особенно если он более-менее приближен к овощу, там на нем написано имя, возраст, диагноз, какое-то питание рекомендовано. Ну, ты более-менее, конечно, можешь себе представить, но теоретически там какие-нибудь швы могут быть. Ну, в общем, естественно, все максимально бережно, насколько это вообще возможно, сложившись в ситуации. Так что нет, естественно, никто не поднимает 90 килограмм, это не поднимает ни мужчина, ни кончики, ну, есть, конечно, отдельные соревнования, но никто в здравом умеет 90 кг и 100 там поднимать не будет. Небезопасно это и для этих 100 кг, и для самого человека, тем более женщин. Тебя конкретно учили это делать? Ты делал это сам? Я имею в виду переворачивать, например? Переворачивание, да, естественно, это одна из важнейших вещей, как, в общем, младшая медсестра, в диплой младшая медсестра, да. Собственно, мы только этим, по сути, и занимаемся. Мы вот переворачиваем, меняем белье, кормим, мы никакие процедуры не проводим, мы только этим и занимаемся. И твоя девушка, которая тебе так легче, наверное, раза в два с половиной, в три, делала, в общем, то же самое примерно? Да. Ну, естественно, это нелегкая работа, никаких особых проблем не было. Я правильно понимаю, что это некая техника, то есть, грубо говоря, человека, скажем так, одну часть тела одновременно попеременно в какое-то положение, да, меняют там? Одна часть в другое положение, другая часть в другое положение. Ну, да, и самое сложное, это, собственно, вот корпус там, я не знаю, на бок перевести, ты там уже все, все там, ноги правильно поставил, руки правильно поставил, голову поставил, тебе там нужно его перевернуть на бок. Ну, это, может, самая сложная часть. И то это не слишком сложно делается, опять же, если все правильно делать. Понятно. Ну, а может, что-нибудь дополнишь от себя, чего я просто как незнающий человек, что не следующим людям было полезно об этом знать, обо всем этом деле занятий, ну, вот этой стороне, скажем так, труда медсестры, медбрата? Я могу добавить такую вещь, не самую приятную, что даже в лучших больницах зачастую встречаются технические проблемы. Даже я умудрился на волонтерстве с ними встретиться, а это мы в довольно престижном месте были, если не лучшем, что иногда, например, там банально есть нерабочая кровать, она не поднимается, механизм сломан, или работает некорректно, или на цифровой части проблемы. Тут уже, конечно, приходится выкручиваться. Иногда это реально нелегко. Но, опять же, зовешь коллег по работе, вместе что-нибудь придумаете. И, в принципе, я бы сказал, что больничное дело хромает. Именно в такой вот банальной части, типа, да, там, работающей кровати. Ладно. Ну, в общем, я, в принципе, слышал, что хотел. Окей, тогда у меня все. Спасибо за информацию и до связи. До связи.